Никите 16 лет. Он из Крыма. Любит точные науки, но о будущем пока не думает. Одно знает точно, жить будет в Латвии, как его отец и мать. Я в Риге две недели. А почему? Ну, я не знаю. Я до этого тут часто с родителями бывал, и вроде как русский язык тут присутствует, ходит. Поэтому тут, наверное, легче всего адаптироваться было бы. Пару фраз знаю. Это лабдиен. И пока что. Всё. В прошлом воспитанник одного из киевских лицеев Денис готовился к экзаменам, когда родители решили поменять страну проживания. И выбрали Латвию. С тех пор прошло уже полгода. И год с момента самых кровавых событий на Майдане. Тогда, я считаю, тогда это было время национального подъёма. Тогда, я считаю, мы завоевали то, что нам было подарено в 91-м году. То есть в 91-м году Украина стала независимой почти за даром. Мы не платили ничего, никакую цену. Но жизнь — это как супермаркет. То есть всё время набираешь-набираешь, а касса-то впереди. Платить нужно. Своё украинское турне премьер-министр Латвии Ламито-Страуеву решила завершить в украинской школе Риги. При полном аншлаге провела открытый урок. Также угостила школьников конфетами из Киева, где побывала накануне. Я хочу подарить директору альбом об истории Майдана для школьной библиотеки. У нас такого нет. Будет у первых. Спасибо. Ну что, слава Украине! Героя слава! Спасибо.